Позиция Турции, похоже, не совсем однозначна. Представители так называемой власти оккупационного Крыма участвовали в заседании Международной Организации Объединенных Городов и Местных Властей и отправились с визитом в Турцию, дабы закрепить там связь с местной властью Стамбула. Ну, они отправились в контексте так называемого сотрудничества между различными городами, ну, в данном случае там между районами даже города, поскольку речь идет о одном из больших районов Стамбула фактически. И это такие достаточно распространенные вообще акции, которые по всему миру делаются, когда есть различные организации межгосударственные, которые на местном уровне, на уровне муниципалитета общаются, подписывают какие-то договора про сотрудничество, продвигают какие-то совместные проекты, решают какие-то вопросы, которые являются актуальными для местного самоуправления, градостроительства, ну, урбанистики, скажем так, в целом. Россияне даже отрапортовали об участии в заседании. И при этом турецких чиновников даже не смутил тот факт, что они представляют город, который находится на временно оккупированной территории. Как заявляют аналитики, россияне неоднократно пытаются использовать любые возможности, дабы доказать миру, что Крым – это Россия. Кстати, они регулярно и до этого были в России, просто использовать любые возможности для того, чтобы хоть каким-то образом легитимизировать и вывести в публичное пространство представителей вот этих оккупационных администраций, ну и провести очень четкую параллель для себя, ну и для каких-то других, для принимающих сторон, вот в контексте таких взаимоотношений, что Крым – это Россия, и нужно как бы общаться, нужно подписывать какие-то там договора и заниматься вопросами местного самоуправления, а не думать про какую-то высокую политику. Представители МИД Украины уже отреагировали на данную ситуацию и напомнили, что Крым, согласно международному праву, это часть территории Украины, временно оккупированной Россией. Воспринимаем эту ситуацию с чрезвычайной серьезностью. МИД Украины уже запросил официальное объяснение турецкой стороны относительно статуса визита представителей российской оккупационной администрации. Надо сказать, что украинская сторона очень быстро отреагировала, и было соответствующее заявление со стороны Министерства иностранных дел, причем оно было направлено как непосредственно к представителям этих муниципалитетов турецких, которые принимали эту делегацию, так называемую, с временно оккупированных территорий, так и, в принципе, было обращение именно на уровне Министерства иностранных дел о том, что Турция же официально занимает очень жесткую, понятную, в принципе, позицию касательно территориальной целостности Украины. И получается, что вот такие действия представители местного самоуправления Турции, они подрывают генеральную линию, которую проводит страна. И такого не может быть, поскольку это противоречит, в том числе, и тем принципам, и нормам, которые Турция исповедует. Кстати, турецкие власти неоднократно подчеркивали, что не признают незаконную оккупацию России и Крыма. И все то, что российские власти там делают, это нарушение международного права. Но политика и вашим, и нашим, как говорят эксперты, имеет свои подводные камни. Вот смотрите, конечно, Турция занимает такую достаточно амбивалентную позицию. То есть, с одной стороны, она признает принципиальные вещи, которые важны для нас в контексте территориальной целостности, государственного суверенитета и так далее. С другой стороны, мы же знаем, что они продолжают торговать с Путиным, поддерживать какие-то отношения. И вот на уровне вот таких контактов, я думаю, что тут речь идет не столько о какой-то откровенной политической игре. Это больше инициатива каких-то местных органов. Поэтому Украина сделала достаточно правильный шаг, чтобы как минимум узнать, почему так произошло, что местная власть своими действиями противоречит словам Эрдогана, о том, что завершение оккупации России и Крым является фактически требованием международного права. Мне кажется, что все-таки такие вещи, несмотря на их не очень глобальный формат, но дьявол же всегда в деталях кроется. И из таких вот мелочей начинаются потом большие проблемы. Поэтому Украине, конечно, эту тему надо дожать до конца, в том плане, чтобы именно было заявление от представителей муниципалитетов, которые эту делегацию принимали. Тем более там на уровне вот той организации, которая занимается подобным сотрудничеством. Чтобы они четко заявили, что никаких представителей оккупационных администраций впредь на их собраниях, на каких-то встречах не будет. Какова будет реакция Турции? Это легко предсказать, как говорят аналитики. Будет какой-то ответ. Я даже могу предсказать, какой. О том, что Турция поддерживала, поддерживает и будет поддерживать территориальную целостность Украины. А вот такие вот моменты спишут на какую-то местную, скорее всего, самодеятельность. Или вообще их там проигнорируют. Ну, в том плане, что они не стоят какого-то серьезного там обсуждения, поскольку это не является официальной позицией Турецкой Республики. Будут оправдания. Но сделает ли Турция дальнейшие шаги для пресечения подобных ситуаций, имея при этом контакт с Россией, вопрос остается открытым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова